Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Получение святого Иоанна Затауста о том, что не должно отчаиваться и быть беспечным. Беспечность и отчаяние, то и другое, пагубны для нашего спасения. Отчаяние не позволяет встать лежащему, а от беспечности падает и стоящий. То обыкновенно лишает приобретенных благ, а это не позволяет избавиться, постигших зол. Нерадение не извергает с самого неба, а отчаяние сводит в самую бездну, тогда как неотчаяние скоро изводит и оттуда. Вот смотри на силу того и другого. Дьявол прежде был добр, но сделавшись беспечным и отчаявшим, пал в такую злову, что после уже и не восстал. А что он был добр, так послушайте, как Христос говорит. Лука 10, 18. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Сравнение с молнией показывает и светлость прежнего состояния и быстроту падения. Павел был хулитель и гонитель и обидчик, но как возревновал и не предался отчаянию, то восстал и сделался равным ангелом. Напротив, Иуда был апостолом, но предавшись беспечности, сделался предателем. Опять разбойник, так как не отчаялся и после такой злой жизни, то прежде всех других вошел в рай. Фарисей по самонадеянности упал с самого верха добродетели. Мытарь, не поддавшись отчаянию, так исправился, что упредил и фарисея. Хочешь, покажу тебе и целый город, сделавший это. Так спаслись неневитяне, хотя приговор повергал их в отчаяние, ибо пророк не сказал, что если они покаются, то спасутся, но просто еще сорок дней и неневия будет разрушена. Однако ж, несмотря на то, что Бог угрожал, и пророк вопиял, и приговор не допускал ни отсрочки, ни ограничения, они не упали духом и не потеряли доброй надежды. Бог дал того, Бог для того не сделал ограничения и не сказал, если покаются, то спасутся, чтобы и мы, когда услышим Божий приговор, произносимы без ограничения, и тогда не отчаивались и не унывали, взирая на этот пример. Но человеколюбие Бога видно не из того только, что Он хотя и не сделал ограничения в приговоре, однако ж примирился с покаявшимися, но даже из того, что произнес безусловный приговор. Он сделал это, чтобы увеличить в неневитянах страх и поразить великую их беспечность. Да и самое время покаяния показывает неизреченное его человеколюбие, ибо чтобы такое сделали три дня, что могли загладить столь великие пороки. Не видишь ли, как и отсюда открывается Божья попечительность. Она преимущественно содействовала спасению этого города. Итак, зная это, не будем никогда отчаиваться, ибо нет ни одного столь сильного оружия у дьявола, как отчаяния. Поэтому мы не так радуем его, когда грешим, как тогда, когда отчаиваемся. Можешь видеть на блуднике, как Павел страшился отчаяния более греха. Написав Коринфином, он так говорил. Павел, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. И повелев предать грешника сатане, Павел после того, как тот... И повелев предать грешника сатане, Павел после того, как тот переменился и сделался лучше, говорит. Для такого довольна сего наказание от многих. И потому прошу вас оказать ему любовь. Так как он всем представил его, как общего врага и неприятеля, отлучил от стада, отсек от тела, то смотри, сколько употребляет теперь старания, чтобы снова сблизить и присоединить его. Не просто сказал, полюбите его, но проявите попечение. Покажите ему любовь. То есть покажите любовь твердую и неизменную. Жаркую, горячую и пламенную. Покажите благосклонность, равносильную прежней вражде. Что осталось, скажи мне? Не сатане ли ты предал его? Да, говорит. Только не для того, чтобы он оставался в руках сатаны, но чтобы скорее избавился из-под власти его. Смотри, сколько Павел, как я сказал, боялся отчаяния, как сильного оружия дьявола, сказав, окажите ему любовь, присоокупляет и причину. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Овца, говорит, в пасти волка. Поспешим же исхитить ее, пока волк не поглотил и не погубил нашего члена. Корабль обуревается волнами, постараемся спасти его, пока не потонул. Ибо как ладья тонет, когда море вздымается и волны восстают со всех сторон, так и душа, когда-то отсюду обнимает ее печаль, скоро гибнет, если никто не подаст ей помощи. И спасительная печаль о грехах от неумеренности становится гибельную. И смотри, какая точность в словах. Не сказал, да не погубит его дьявол. Но что? Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. А здесь слово ущерб означает похищение чужого. И так показав, что согрешивший через покаяние сделался уже чужим для дьявола и своим в стаде Христовом, Павел говорит, да не похитит его сатана, ибо если сатана и после этого будет удерживать его, то он похищает уже наш член, берет овсу из нашего стада, потому что тот уже сложил с себя грех через покаяние. Так Павел, зная, что сделал дьявол с Иудою, боялся, чтобы и здесь не случилось то же самое. Что же сделал дьявол с Иудою? Иуда раскаялся. Согрешил я, предав кровь невинную. Услышав эти слова, дьявол понял, что Иуда вступает на путь к лучшему и идет к спасению, и устрашился такой перемены. Человеколюбив, говорит у него Господь, когда хотел Иуда предать его, он плакал об нем и многократно вразумлял его, не гораздо ли более примет его кающегося. Когда он был неисправим, и тогда влег и звал его к себе, не гораздо ли более привлечет к себе исправившегося и познавшего свой грех. Для этого он пришел и на распятие. Что же дьявол сделал? Смутил Иуду, омрачил чрезмерную печалью, гнал, преследовал, пока не довел до петли, пока не вывел из настоящей жизни и не лишил намерения покаяться. А что спасся бы Иуда, если бы остался жив, это видно из примера распинателей. Если Господь спас вознесших его на крест и на самом кресте умолял Отца и просил им прощения в грехах, то явно, что он со всем благоволением принял бы и предателя, если бы этот принес надлежащее покаяние. Но он не в состоянии был воспользоваться сиврачевством, быв поглощен чрезмерную скорбью. Всего и Павел, опасаясь, понуждает Коринфян исхитить того человека из челюсти дьявола. И зачем говорит о том, что было у Коринфян? Петр трижды отрекся от Господа после участия в таинствах, но слезами загладил все. Павел был гонитель, богохульник и обидчик, гнал не только распятого, но и всех последователей его, но раскаялся и стал апостолом. Бог требует от нас только малого повода и дарует нам отпущение многих грехов. Скажу вам и притчу, которая служит подтверждением этого. Были два брата, одни разделили между собой отеческое имение, и один из них остался дома, а другой прожил все, что было ему дано, и ушел в чужую страну, не могший переносить стыда от бедности. Эту притчу нашел я нужным сказать для того, чтобы вы знали, что отпускаются и грехи, сделанные после крещения. Если мы будем внимательны. А это, говорю, не для того, чтобы вовлечь вас в беспечность, но чтобы отвесть от отчаяния, ибо отчаяние причиняет нам больше зла, нежели беспечность. Итак, этот блудный сын представляет собой образ падших после крещения. А что он означает падших после крещения, видно вот откуда. Он называется сыном, а сыном никто не может называться без крещения. Он и жил в доме отеческом, и получил долю во всем отеческом имуществе. А прежде крещения нельзя воспользоваться отеческим достоянием, не получить наследство. Таким образом, все это указывает нам на сословие верных. Притом блудный сын был братом жившего честно, а братом не мог бы быть без духовного возрождения. Итак, этот сын, дойдя до крайней степени порока, что говорит? Встану, пойду к отцу моему. Отец для того и отпустил его, и не помешал ему уйти на чужую сторону, чтобы он опытом узнал, сколько получал благодеяний, живя дома. И Бог часто, когда не убедит, не убедит словами, дает урок самим, самими делами. Об этом он говорил к иудеям. Так он, когда, потратив через пророков множество слов, не убедил и не склонил их, то, определив дать ему урок наказанием, говорит к ним, Иеремия 2,19, «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличить тебя». Следовало бы верить ему и прежде самого события. Но как они были столько бесчувственны, что не верили его вещеваниям и советам, коими он предотвращал их от порока, то он уже попускает самим событием вразумить их, дабы хотя таким образом привлечь их к себе. Когда же блудный сын, ушедший на чужую сторону и дознавший опытом, как гибель на удалении из дома отеческого возвратился, отец не пометозлобствовал, но принял его со с распростертыми руками. Отчего же так? От того, что он был отец, а не судья. И вот уже ликование, и пиршество, и праздники, и светил, и радостен стал весь дом. Что ты говоришь? Это ли плата за порог? Не за порог человек, но за возвращение в дом. Не за грех, но за покаяние. Не за худые дела, но за исправление. И что еще больше, когда старший сын огорчился этим, отец его ласково успокоил. Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Когда говорит, нужно спасти погибшего, то тут время не суда и строгого исследования, но только человеколюбие и прощение. Ни один врач, вместо того, чтобы дать лекарство больному, не повергает его взысканием и наказанию за беспорядочную жизнь. Если же блудному сыну надлежало непременно понести наказание, то достаточным наказанием для него была жизнь на чужой стороне. Ведь столько времени он провел вдали от нашего сообщества, боролся и с голодом, и с унижением, и с крайними бедствиями. Поэтому, говорит, сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Не смотри, то есть, на настоящее, но подумай о великости прежнего несчастья. «Пред тобою брат, не чужой. Он возвратился к отцу, который не может помнить прежнего, а охотнее помнит только то, что может побудить к состраданию, милосердию, любви и снисходительности, свойственной родителям. Поэтому и сказал отец не о том, что сделал возвратившийся сын, но о том, что он потерпел, напомнил не о том, что он истратил имущество, но о том, что перенес множество несчастей. С такой же, или еще с большей ревностью, искал он овцу. Здесь сын сам возвратился, а там сам пастырь пошел и, найдя овцу, привел ее и радовался об ней больше, чем о всех, возвратившейся благополучно. Смотри еще, как и возвратил заблудшую. Небечом погонял, но, возложив на плечи, принес и снова соединил со стадом. И так, зная, что Бог не только не отвращается от обращающихся, но и принимает их не хуже добродетельных, что не только не подвергает наказанию, но и сам идет отыскивать заблудших, и, найдя их, радуется более, чем о тех, которые были в безопасности. Не будем ни отчаиваться о грехах, ни излишне надеяться на добрые дела, но, живя добродетельно, будем бояться, чтобы от излишней надежды не пасть, а когда согрешим, станем каяться. Ибо, что сказал я вначале, то говорю и теперь, то есть, что и излишняя надежда стоящего, и отчаяния лежащего, то и другое гибельны для нашего спасения. Потому Павел, остерегая стоящих, говорил, «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И опять говорит, «Порабощай тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». А восставляя лежащих и побуждая к большей ревности, писал Коринфинам так, «Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись, показывая этим, что слез достойны не столько согрешающие, сколько не раскаивающиеся во грехах». Да и пророк к ним говорит, «Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Поэтому и Давид их не убеждает, говоря, «Не ожесточите сердца ваши, как в мириве, как в день искушения в пустыне». Итак, доколе говорится это, «Не будем отчаиваться, но имея благие надежды на Господа и помышляя о бездне его человеколюбия, изгнав из совести все злое, с великим усердием и надеждою возьмемся за добродетель, покажемся мое глубокое покаяние, дабы здесь сложить все грехи, с дерзновением могли мы стать предсудилищем Христовым и получить Царство Небесного, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, вместе со Святым Духом, слава, держава, честь ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Аминь. Аминь.